Добрый день, меня зовут Тимофей Саракин и я хочу вам представить проект новой развлекательной платформы для авиакомпании Аэрофлот. Мы подумали над вашей проблемой, о том, как повысить уровень обслуживания пассажиров авиакомпании во время перелетов. Проанализировав всю сложившуюся ситуацию, оценив стоимость текущих систем и трудности к разработке, мы приняли свое новое решение. И мы предлагаем разработать новую развлекательную платформу, которая будет интегрироваться в мобильные устройства пользователя, которые ему более привычны, более любимы, которые он всегда носит с собой, либо же в арендуемое устройство, выдаваемое прямо на борту самолета. Каким образом человек может попасть в эту развлекательную платформу? Вместе с билетом, который он покупает на самолет и регистрирует перед посадкой, ему предлагается установить бесплатное приложение от компании Аэрофорум, в котором уже и заключаются все доступные возможности, о которых я расскажу чуть позже. А сейчас я расскажу вам о другой идее, которая у вас появилась в этом приложении. Приложение подстраивается под каждого пользователя само, а подстраивается оно благодаря анализу интересов пользователя на основе аккаунтов его социальных сетей. Достаточно войти из-под Фейсбука, ВКонтакта, Аэрофлота в приложении. И нам уже будет ясно, какие фильмы вы любите, какую музыку вы любите, какие у вас предпочтения и с кем вы находитесь в друзьях. Может быть вы с кем-то в аэропорту находитесь единое время, или будете лететь на одном самолете, аэрофлота. Приложение об этом расскажет. Подстроится под каждого клиента индивидуально. Также в нашем приложении SkyID, ну, в системе в целом, мы предусмотрели различные развлекательные обучающие контент. Это и справочная информация, и общение, чат, видеочаты, кино, музыка, журналы, книги, игры, обучение, а также дополнительно это в магазин, встроенный в телефон, не в телефон, а в приложении. То есть вы можете на борту самолета сразу же купить интересующие вас товары, не поднимаясь с кресла, либо заказать дополнительные услуги от наших партнеров, такие как такси, гостиницу, забронировать новый номер, купить новый билет. И все это не поднимаясь со своего кресла в самолете, или еще спускаясь по траму. Мы отказались от привычной медиасистемы, которую предлагает компания Panasonic, поскольку она дорогая и немобильная. Она встраивается в кресло, это долго, дорого и довольно устаревший вариант. Плюс с точки зрения гигиены очень хорошо. Все трогают одно и то же, трудно протереть, почистить. Мы предлагаем мобилизировать каждое устройство и выдавать по планшету с предустановленным приложением и настроенной системой. Пользователь уже сам будет выбирать, как ему удобно держать, где с ним удобно сидеть, и что смотреть на него. Также потребуется смарт оснастить небольшими USB-портами, чтобы, ну, естественно, могло происходить подзарядка этих устройств. Вдруг это рейс в Красноярск-Нью-Йорк 21 час. Ни один блок же это сколько не выдержит. Каким образом происходит синхронизация контента между устройствами, самолетом и самим приложением. Пользователь, загружая свои данные в приложение, отпуская через интернет, обвинивается с сервером, основным нашего сервиса. А далее уже при каждой посадке самолета происходит обновление, ну, происходит коннект с сервером, происходит обновление медиа-контента в самой системе самолета, а также обновление пользовательских данных о том, как интересы изменились пользователю. И это позволяет нам, благодаря выстроенной системе, узнавать каждый раз все новое и новое. Человек пролетел на одном самолете, посмотрел один фильм наполовину, он перешел в другой самолет, поменялось устройство, но он зашел под собой, и у него фильмы на том же моменте, те же просмотренные книги, те же покупки. Все-все-все доступно с того места, где он закончил работу. Касательно технического оснащения систем. Для оснащения самолетов нам потребуется гораздо меньше, чем на данный момент. Это сервер хранения данных, точка доступа, арендуемые планшеты для выключа людей и кабели питания и синхронизации для подключения к USB-планетам. В аэропортах основные можно оснастить серверами хранения данных промежуточными и каналами синхронизации, то есть широколосным доступом в интернет, для синхронизации с основным сервером контента и пользовательских предпочтений. А пассажиру требуется всего лишь иметь в наличии мобильное устройство и установленное приложение, ну а также интернет. В данной ситуации мы решили не только проблему высокой стоимости развертывания подобных систем, но и проблему их мобильности и скорости развертывания. Также мы перенесли в систему самое главное. Мы вышли из рамок самолета и перенесли развлекательную платформу Аэрофлота в экосистему каждого пользователя. В его телефоны, в его планшеты, в его ноутбуки, в доступную стрельбу, которой он пользуется постоянно. И благодаря этому он может взаимодействовать с компанией постоянно, получая различные бонусы и скидки, узнавая о своих накопленных милях или про то, куда, с кем и как он летал, обмениваться информацией, смотреть купленный контент и смотреть свои достижения, в конце концов. Также покупать новое и пользоваться новым. Наша команда укомплектована высококвалифицированными специалистами в различных областях знаний. Мы готовы приступить к выполнению данного проекта, поскольку имеем опыт в реализации подобных проектов, внедрении их в рядную жизнь. Спасибо за внимание.